Всем привет, меня зовут Егоров Артем И сегодня мы с вами скачаем и установим Anaconda Anaconda является дистрибутивом для Python И в нее сразу установлены пакеты, которые нам понадобятся Такие как Pandas и Jupyter Notebook Вы, конечно же, можете их в Python отдельно установить Но лучше давайте сразу установим Anaconda Для этого мы сюда вбиваем название, да? Anaconda, не путайте с Anacondos Есть такая рок-группа Вот, проходим по этой ссылке Впадаем на сайт anaconda.com И можете нажать Get Started Или идти сразу в продукты И вас интересует индивидуальная версия Проходим сюда И здесь есть кнопка Download Нажимаем ее Я устанавливаю на Windows Соответственно, я должен смотреть в левую сторону И у меня здесь выбор из разрядности, да? 64 и 32 Если вы не знаете, как посмотреть Свою разрядность операционной системы То пройдите в проводник Здесь на разделе этот компьютер Правой кнопкой мышки нажмите Пройдите в свойства И в свойства, вот здесь вот тип системы Будет указано, какая разрядность у вашей операционной системы Значит, я выбираю 64-битную И начинается скачивание Вот наша анаконда скачалась Давайте запустим Здесь нажимаем Next Соглашаемся с лицензией Здесь вы выбираете для какого пользователя Только для себя или для всех Я выберу только для себя И здесь далее указывается путь, где будет анаконда установлена Я поменяю его на корень диска C То есть я не хочу в пользователь устанавливать Поэтому я иду в этот компьютер Выбираю диск C И здесь могу создать папку анаконда 3, вот эту папку я выбираю Нажимаю ОК И все, нажимаю Next В этом окошке перед нами две галочки Первая позволяет добавить анаконду в переменную path Если вы нажмете эту галочку То увидите сообщение, что это делать не рекомендуется Но все же я советую нажать эту галочку Это позволит нам использовать анаконду в командной строке Вторая галочка зарегистрировать анаконду Как дефолтный питон на вашем компьютере То есть смотрите Для всех программ, таких как Visual Studio, PyCharm, WinCAD и так далее Он автоматически определит анаконду как главный интерпретатор питона на вашей системе Поэтому эту галочку мы тоже поставим И нажмем Install И далее дожидаемся конца установки Когда процесс установки закончится, нажмите Next Здесь тоже Next Далее, если хотите почитать туториал То не снимайте эту галочку Я сниму И информацию анаконду я тоже читать не хочу Вот, если вы хотите, можете галочку оставить Нажимаем Finish И на этом установка у нас закончилась Установленные файлы мы с вами можем найти на диске C В той папке, которую я указывал Да, анаконда 3 она называется Вот, посмотрите Здесь установились у нас все пакеты Python Сам Python И также здесь можно найти Pandas и Jupyter Notebook На следующем уроке я покажу, как Jupyter Notebook запускать И какие проблемы могут при этом возникнуть На сегодня у меня все, увидимся в следующем видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok